Всем привет, с вами я, Эдскрайбер. На обзоре у нас Redmi Note 8 Pro Global Version. Название это переводится так. Нас пытаются развести Global Version. Новичок этого года впервые за несколько лет, друзья, на МТК. Я сейчас говорю конкретно о серии Note. Что из этого вышло, давайте посмотрим. Вначале распаковка. Коробка, скрепка, кабель USB-C, USB-A. Зарядка быстрая, 18 Вт. Мануальчик. Чехол стандартный, средний. Я бы вам советовал сразу докупить себе или заказать нормальный хороший чехол от компании Xiaomi. Ссылочки можете посмотреть в описании. Перейдем к характеристикам. Размер имеет значение. Здесь 6,53 дюйма. Большой отличный экран. 91,4% он занимает. Это IPS-матрица 391 ppi. Full HD+, разрешение экрана. Экран не претерпел особых изменений. Это все тот же хороший стандартный IPS от компании Xiaomi. Если вы сравниваете с Redmi Note 7, то особых отличий вы, друзья, не найдете. Углы обзора. На ярком солнце этого экрана не будет хватать. Он будет проигрывать AMOLED. А модули связи LTE 3, 7 и 20 бенды присутствуют. Много других бендов. Bluetooth 5.0. Wi-Fi на 24, 5 ГГц. Компания Xiaomi нас уже к этому приучила. GPS отлично работает. NFC есть в этом телефоне. Наконец-то компания Redmi до этого догадалась. С коробочки она не всегда работает. Если вы купили телефон и NFC у вас не работает, не расстраивайтесь. Плашечка сейчас выйдет сверху. Там видео на втором канале объясняется, как настроить NFC на этом телефоне. Внешний вид телефона очень богатый. Не отличить от флагмана даже 2019 года. А тем более флагмана 2018 года. Если сравнивать капельку с Note 7, то, конечно, здесь капелька более изящная. Обрамлена в более изящные такие красивые линии. Задняя крышка, друзья, ну просто отвал башки. Очень красивый зеленый цвет. Дизайнеры вдохновлялись зеленым лесом. Но по мне так получилась какая-то космическая тема. Выглядит очень красиво, очень достойно. Операционная система Android 9 Pie. На данный момент оболочка стоит MIUI 10 с переходом на MIUI 11. И когда это произойдет, друзья, очень ждем. Очень интересно посмотреть на эту оболочку. У нас Global Version. Жесты, плюшки, все остальное присутствует. Камера в этом телефоне 5. 4 камеры на задней панели. Основная на 64 Мп от компании Samsung и SSL JW One. Апертура f.9. Широкоугольная камера на 8 Мп. Угол 120 градусов. Апертура f2.2. Сверху не телевик, к сожалению. Это датча глубины на 2 Мп. Апертура f2.4. Ну и вот эта малюсенькая камера для макросъемки. Апертура f2.4. Фронтальная камера на 20 Мп. Апертура f2.0. Видео снимает основная камера в 4К и Full HD качестве. Есть замедленная съемка, 900 кадров в секунду. Стабилизация есть. И давайте посмотрим примеры фото и видео. Сделаем снимок на основную камеру. Не 64 Мп. Цветопередача такая себе стандартная. Если мы сделаем кроп, то мы увидим, что неплохая детализация для 2019 года. Стандартная 12 Мп камера. Широкий угол. Это боль и разочарование этого телефона. Камера снимает как на домофон 2012 года, друзья. Просто отстойнейший широкий угол, который не достоин этого телефона. Следующий снимок на телеобъектив. На самом деле это обычный кроп на основную камеру. Ничем оно особо не отличается. И вот на 64 Мп снимок. Здесь мы при кропе увидим заметную разницу. Появляются детальки. Мы видим уже вот эти стоечки, которых раньше не было видно. То есть больше деталей. И даже некоторые надписи, друзья, можно рассмотреть. Да, с одной стороны это очень хорошая камера. Но если честно, она уступает другой камере от компании Xiaomi. Для любителей макросъемки здесь отдельный макрообъектив. Снимают очень даже достойно. Как красивые снимочки получаются. Друзья, обратите внимание на видео. Пишем Full HD количество. Звук пишем тоже непосредственно на камеру. Обратите внимание на стабилизацию. Просто над ней классно поработали. Суперская стабилизация. Мне здесь очень прям зашло. А широкий угол, друзья, меня очень даже разочаровал. Потому что здесь он поставлен просто так. Если сравнить с Xiaomi 9T, то там ширик, друзья, просто огонь. А здесь просто поставили, есть, ну и типа уже хорошо. Фронтальная камера стандартная для 2019 года. Не хватает ей немножко детализации, хотя это не так важно. Необходимые детальки есть, но если делать большой кроп, то иногда он замыливает. Хотя в целом очень хорошие, плотные, насыщенные тона. Центральный камень здесь, как я уже говорил, Helio G90T. Построенный по 12-нанометровому техпроцессу. Как заявляет компания Xiaomi, это отличный процессор. Ты втираешь мне какую-то дичь. Многие, друзья, спрашивают меня, греется ли этот телефон. Да, греется. Если бы внутри не было охлаждающих трубок, то, наверное, это был бы суперподогрев 2019 года. То, как подставка для подогрева кофе, этот телефон подходит просто идеально. Если говорить серьезно, то 810 Kirin этого года уделывает этот процесс. Сплашечка, друзья, сверху всплывет, что вы выберете Helio или же Snapdragon или же Kirin. Видеоускоритель здесь Mali-G76. Неплохой видеоускоритель для этого телефона. В играх он справляется очень даже неплохо. Версия 664. Есть также версия 6128. И на 8 гигабайт оперативки версия тоже есть. Память типа LPDDR4X. Основная память UFC 2.1. MicroSD сюда можно установить на 256 гигабайт. В Antutu вся эта радость набирает 281 тысячу баллов. Очень неплохие показатели. В играх действительно будет вести себя очень неплохо. Но, конечно, не сравнится с другими игровыми процессорами. Такие, как 855 Snapdragon, 845 и другие. Minjack присутствует, и это отличная новость. Сканер отпечатков пальцев на задней панели работает шустро до беспредела. Очень быстрый и шустый IP68. Понятно, в этом телефоне звук хороший. Стандартный, ничего выдающегося в этом телефоне по поводу звука нет. О чем нам заявляли на презентации. Играет он приблизительно как Redmi Note 7. После обновления все более-менее стабилизировалось. Если говорить о наушниках, то в наушниках тоже неплохой звук. Батареи на 4500 мАч. На 2 дня, друзья, хватает. Быстрая зарядка есть в комплекте. 18 Вт. Заряжается приблизительно за 2 часа 28 минут. За час игры он потратил 12% заряда. Очень неплохой результат. Конкуренты этого телефона я бы особенным образом отметил Honor 9X. Он очень уж достойный конкурент для этого телефона. Также Huawei P Smart Z 2019 года. Сверху разговорный динамик, световой индикатор и фронтальная камера на 20 Мп. На левой грани лоток по 2 наносимки, либо 1 наносимка плюс microSD. Внизу миниджек, USB 3C, основной микрофон и основной динамик. На правой грани кочерка громкости плюс кнопка включения и выключения. На задней панели сверху второй микрофон, их порт, вспышка, 4 камеры различные, я уже о них говорил, и надписи. Материал задней панели – стекло. Поговорим о плюсах и минусах. Их набралось очень много и с той и с другой стороны. Первый плюс – это NFC. Очень хорошо, что Redmi начали устанавливать. Второе – камеры, там есть стабилизация. И особенно основная камера со стабилизацией очень неплохо справляется. Третье – чехол в комплекте. Небольшой плюс, но все-таки он есть. Четвертое, друзья, это дизайн, поработали, действительно, очень не стыдный, красивый телефон. Пятый – USB Type-C, это всегда радует. И шестое – это макросъемка. Соглашусь, некоторые плюсы притянуты за уши, но все-таки они есть. Из минусов, друзья, вот здесь претензий очень много. Helio G90T мне не понравился, он греется и он жрет, друзья, батарею просто как зверь. А сама батарея на 4500 мАч умирает тоже очень быстро, я ее тоже к минусам отнес. Третий минус – это широкоугольная камера, она просто отвратительная, ужасная. В этом году нельзя такие камеры ставить, это просто стыд. Четвертая – цена на старте достаточно дорогая, но это проблема решаемая. И пятый момент, друзья, камера на 64 мегапикселя, она заявляется как на 64 мегапикселя, на самом деле она не вытягивает даже и рядом. Пишите, друзья, стоит ли установить сюда Google камеру и протестировать ее. Цены, я говорю сейчас об Алиэкспрессе, версия 4.64 около 17500 рублей, это плюс-минус 270 долларов. Версия 628 – 18500 рублей, плюс-минус 290 долларов. Все ссылочки, друзья, на проверенных продавцов в описании и как раз там, где я брал этот телефон. Не забывайте, друзья, про телеграм-канал, там, кстати, ссылочки и купоны, и все, что вы, друзья, любите. Все ссылочки на этот канал в описании, проходите и подписывайтесь. Телефон получился не совсем однозначным, есть очень много нареканий, в первую очередь к процессору. И знаете, впервые за много лет, друзья, я не рекомендую вам Redmi Note 8 Pro. Вот, если честно, друзья, не рекомендую, потому что у этого телефона есть куча конкурентов и они гораздо достойнее. И это не тот Redmi Note 7, когда он действительно рвал всех и за свои деньги был просто супер топчик. Вывод такой, лучше взять Xiaomi Mi 9T, там экран лучше, там AMOLED-экран, хотя многие против AMOLED-ов, но все-таки он более качественный, тут даже спорить не надо. Второй, процессор немного уступает, но это совсем чуть-чуть и даже незаметно, если вы не будете сильно играть в игры. Третий момент, батарея работает дольше на этом телефоне, несмотря на то, что она меньше. И четвертый, основные камеры, да и все камеры, в принципе, лучше, чем на Note 8 Pro. И NFC есть и в том и другом случае, друзья, вот такие выводы. Плюс в Mi 9T та же самая оболочка, друзья, если вы привыкли к MIUI, то проблем никаких. Другой конкурент Honor 9X. Да, друзья, вот такие неоднозначные выводы у меня получились. К сожалению, разочарование этого года, я ожидал чего-то другого. Даже если бы сюда установили 730 Snapdragon, я бы радовался, друзья. Пишите свое мнение в комментариях, друзья. Мне понравился Mi 9T больше этого и скоро будет сравнение на этом канале. Не пропустите, обязательно подписывайтесь, жмите на этот колокольчик и всем пока-пока.